всем привет приветствую вас на канале софт декор сегодня мы с вами научимся вязать вот такой узор такой узор мы с вами вязали на прошлом уроке я оставлю ссылочку посмотрите и сегодня мы будем продолжать вязать нашу корзиночку вот таким узором и научимся вязать вот такую окантовку так начинаем наш урок и так в предыдущем ролике я вам показала как вязать такой узор как делать вот такой аккуратный переход от ряда к ряду ссылочку я вам оставлю и сейчас мы перейдем к следующему узору я буду завязать другим цветом по этому ниточку я эту обрезаю и вот так вот вытягиваю сейчас я ее соединю вот смотрите куда я вставила крючок вытягиваю нить за заднюю стеночку и аккуратненько вот так незаметно мы соединили и у нас переход незаметен ниточку можно вот так вот спрятать и спрятать а вот так вот поддеть ее за любую петельку чтобы она вам не мешала мы сейчас все равно и будем ввязывать другим цветом так я вот взяла ниточку другого цвета в принципе вот с любого места между столбиками вставляем крючок наш выводим ниточку так и делаем петлю подъема и теперь мы начинаем очень похоже как на предыдущий узор да вот не в эту петельку а в эту вставляем крючок выводим нить теперь в предыдущее вот это отверстие между столбиками выводим нашу рабочую ниточку только провязываем ее уже вот в эту первую петельку и соединяем столбик без накида вот вот так должно у нас получиться следующую вытягиваем нить в предыдущее отверстие вытягиваем через петельку и соединяем все вот так у нас получается вот этот узор наш новый ниточки там за стеночкой мы прячем еще раз показываю вытягиваем петлю и потом через эту петлю вытягиваем еще одну и соединяем чтобы узор ваш был более аккуратны вот эти ниточки можно переворачивать чтобы они были все лицевой стороной тогда будет более аккуратно ваш узор все и так дальше вяжем до конца ряда так вот я покажу как у меня получается этот ряд я его уже заканчиваю так провязываем вот эту петлю вытягиваем и вот эту тоже чтобы у нас узор аккуратно был соединен так и вот эту тоже мы провязываем вот смотрите так вот мы закончили этот ряд и теперь мы соединяем также вот как я в этом уроке вам показывала такти вот этот узор мы вязали точно так же вытягиваем петельку вот вставляем сюда крючок вытягиваем за стеночку вот мы соединили уже его теперь в следующую вот между столбиками вытягиваем вот сюда так вот ниточку вот сюда перед петелькой и петлю вытягиваем на лицевую сторону все и делаем петлю подъема и точно так же вяжем уже дальше второй ряд наш вот одну пропускаем во вторую выводим петлю теперь между столбиками через петлю все и вяжем дальше вяжем дальше второй ряд таким же взором так вот заканчиваю же следующий ряд так вытягиваем через петлю и соединяем еще вот здесь вот мы начинали следующий ряд и соединяем так провязываем еще одну да вот перегородочку надо вот тут нам соединить ряд так так соскочила сейчас еще раз так через петлю все этот ряд мы тоже связали вот аккуратненько да у у нас узор соединился теперь я ниточку отрежу вы если хотите можете дальше продолжать у меня просто уже нить этого цвета закончилась соединяю ряд так вытягиваем сюда ниточку и соединяем вот такой петелькой все вот так вот у нас уже получилось смотрите дальше уже можете или таким же до узором связать можно просто галочка я сейчас может несколько рядов галочкой свяжу и все уже закончу вязать корзиночку можно еще каким-нибудь узором то есть уже тут как вам захочется ну вот этот узор главное я вам показала как вязать и как сделать переход от ряда к ряду сейчас я возьму опять нить желтого цвета так с любого места вот здесь начну так делаю петлю подъема и сейчас буду вязать вот между нашими столбиками просто буду вязать столбиками без накида а второй ряд уже свяжу вот скорее всего галочками поэтому вот сейчас просто обвязываю нашу корзиночку ниточки маленькие прячу и так вяжу до конца ряда вот я провязала ряд столбиками без накида и наверное я не буду же вязать второй ряд вы же сами смотрите если хотите то можете вот еще галочками до связать итог я сейчас наверное уже соединительным рядом сделаю оба дочек так вот как это быстро сделать смотрите вывожу туда петельку до соединила этот ряд теперь подтяну немножко ниточку вывожу сюда петельку и соединяю вот с этой петелькой дальше вот с этой и так соединительными петлями я делаю наш ободочек вот так все и так мы вяжем до конца ряда и вот у нас это окантовочка будет сочетаться вот с этой окантовочка все дальше вяжем самостоятельно так и заканчиваем нашу окантовочку корзиночка сразу становится плотнее особенно вот этот ее вверх она лучше держит форму так вот осталось у меня еще одна петелька все здесь мы заканчиваем и сейчас мы соединим наш этот ободочек аккуратненько вытягиваем нашу ниточку и вот нам нужно ее соединить вот с этой петелькой вот смотрите как я завела крючок вывожу нашу ниточку так я возьму крючок поменьше удобнее будет и вот такой же петелькой вот мы соединили и сейчас эту ниточку я вывожу за стеночку все и там уже спрячете крючком или иголочкой все вот так вот у аккуратненько получилось ну вот и все я спрятала ниточку там вот вдоль стеночки вот так вот внутри выглядит наша корзиночка все очень аккуратно переходы очень у нас аккуратные отряда к ряду вот мы за два урока научились с вами вязать сразу два узора надеюсь урок вам был полезен если понравился то ставьте пожалуйста ваши пальчики спасибо за внимание до новых встреч до свидания